Почему здоровое питание является предметом наживы? Распространённость хронических заболеваний, таких как диабет, быстро растёт, равно как и количество статей о диабете, опубликованных в медицинских журналах. Почему наша кладезь академических знаний не подкрепляется реальными поступками, чтобы что-то действительно улучшить? Может быть, это наша чрезмерная привязанность к редукционистскому мышлению, что совершенно оправдано по отношению к болезням, вызванным острым дефицитом в питании. Но в действительности может представлять собой препятствие для того, чтобы победить хроническую болезнь, как я уже касался этой темы ранее. Здоровье в эти дни, кажется, становится в высшей степени коммерческим товаром. На рынке мы рекламируем всё, что дорого. Сложные анализы и лечение сомнительной ценности, которые могут быть сопряжены с долей риска, что и вызывает беспокойство, особенно потому, что большинство вещей, которые делают нас и позволяют нам быть здоровыми, являются дешёвыми и в значительной степени доступны без профессиональной помощи или коммерческого подталкивания. Нельзя сказать, что современная медицина не может творить чудеса, но как насчёт общей картины, когда 80% смертей и случаев инвалидности вызваны заболеваниями, связанными с нарушениями в питании, которые могли бы быть предотвращены? Но, конечно, сфера питания также предмет наживы. Всё только о прибыли, продуктах и извлечении из них питательных веществ, чтобы потом и перепаковать, и продать. Да просто еда лучше всего. Например, просто есть брокколи, голубику, а не какой-то самплемент брокколи. Но причина в том, что не так много исследований об обычных продуктах, и довольно очевидно, вы не можете запатентовать их. Почему компания должна потратить много денег, времени и усилий, чтобы убедить вас купить брокколи, когда любая другая компания может её вам продать? Именно поэтому в сфере питания больше заботятся о маркетинге прибыльных продуктов, чем об информировании людей об основах здоровья и хорошего самочувствия. Например, преимущество цельного зерна перед поле очищенным обычно переписывается к клетчатке. Это позволяет пищевой индустрии быстро явить на свет насыщенной клетчаткой Fruit Loops и заставить вас чувствовать себя лучше. Но посмотрим повнимательнее на это гениальное исследование. Беркетт и его коллеги думали, что очень низкие показатели смертоносных хронических заболеваний в тропической Африке были обусловлены цельными продуктами и растительной пищей, что они едят. Это обратилось в гипотезу о клетчатке, редукционистскую мысль, что клетчатка должна быть чудодейственный активный ингредиент. А давайте исследуем это. В очищенном зерне остается немного клетчатки. Чтобы вы сравнили две группы пожилых женщин, все из которых употребляли в пищу около 6 грамм клетчатки в день, но одна группа получала ее в основном из цельного зерна, а другая из очищенного зерна. И вот как вы думаете, кто прожил долиша? Если только клетчатка была бы причиной, не было бы большой разницы, потому что они употребляли в пищу одинаковое ее количество. Но в группе, что была на цельной зерновой диете, был значительно ниже уровень смертности. Таким образом, можно заключить, что могут быть и какие-то другие чудесные вещества в цельной зерновой растительной диете, которые могут улучшить здоровье, кроме самой по себе клетчатки. Вот поэтому не следует ожидать, что сэмплемент клетчатки даст тот же самый эффект. Еда, а не питательные вещества, являются основной единицей в питании. И как отметил доктор Дэвид Катц, наша культура не хочет слышать, что активный ингредиент в брокколи – это и есть брокколи. Продолжение следует...